К нам в среду на прошедшей неделе приезжали тут баптисты. Они уже не первый раз. Я прошел по деревне и расспросил всех, как вы думаете, с какой целью они приезжали, что тебе в них понравилось, что не понравилось. И примеряешь это к себе, что вот ты бы родился в такой баптистской семье, ну а потом бы узнал про существование нашей потеряевской общины. Вот такие вопросы ответить. У тебя был, значит, у Устинных Володя с Варей, потом Анписа там была, с Андреем побеседовали кто. Сейчас пришел к вам, братья. Роман, коротко хотя бы выскажи, вот, ну, твои чувства, какое? Что-то они приезжали? Ну, чувства у меня теплые абсолютно, люди прославляют Бога. У меня баптисты есть знакомые на Украине, моей жены, моей жены родственники баптиста есть, хорошие люди, они чисто живут, то есть, ну, как вы объясняете там в лекциях, то есть, третьей ступени им не хватает просвещения, то есть, а так видно, что люди верующие. Они просили еще раз разрешение приехать, если приедут, может Господь коснется, то есть, достигнуть третьей ступени. Может покаяться и будут православными. Поэтому, да, чувства теплые. Летом у нас в семьях баптистов крестилось. Ничего странного тебе не показалось в них рассуждениях. Странного? Ну, да. Неприемлемо православным. Совершенно неприемлемо. Что они, говорили они такое? Да нет, может... В слове, в молитве, в пении. В следующий раз они приедут? Может, что-то пропустил, но так ничего не заметил такого. Ну, главный смысл их приезда, какой был? Цель. Они не первый раз приезжают. Чего? Они знают песнопение. Здесь были несколько раз уже? Не, они уже третий, кажется, раз. Или даже четвертый. Но то, что песнопение, они, которые поют, мы их поем, мы знаем. Они нового ничего нам не принесли. О Христе знаем. Благовестием никогда к нам даже не приблизиться. Потому что это невозможно создать. Я думал, они первый раз здесь. Нет. Они говорят, где бы ни ездили, везде спрашивают, вы не из Потеряевки. Потому что там мы уже были. Они идут после нас спустя несколько лет. Я вот сегодня посчитал. Представь, вот, допустим, мы посетили 600 городов. 600. В каждой библиотеке я дарил книги свои, 38 сценарий, по дню из здания, 750 евро. Умножь на 600. Что получается, Вася? Ну-ка. Ну, почти полмиллиона. Ну, 6 на 700, на 420. 750 евро стоит. 450 тысяч. Евро? Да. Евро. Понятно? Да еще здесь мы сколько дарили? То есть, бери 500. Одно евро сколько стоит? 7 рублей. Так, 7,535. То есть, фактически, я подарил 35 миллионов рублей. Это деньги огромные. То есть, с этим... Да и что они купят на эти деньги? Не считай Евангелий. Только в окрестностях мы раздали Новых Заветов и Евангелий, заходя в дома. Больше 30 тысяч. Так что, ну, с какой целью они приехали? Они говорят, Евангелие мы знаем, у вас есть. А с какой целью они опять приехали? Ведь это ехать? Ну, если они несколько раз были, ну, цель какая? То есть, может кого-то заманить себе? Заманить. Это не просто так дальше. Просто я не в курсе. И сделать похожим на себя. Ну, наверное. Естественно. Самое главное, что нам неприемлемо от них, что Христос есть истинный Бог, Спаситель, Сын Божий умер за нас. А мы это также знаем. Они идут в свет. Мы от них фактически ничего не получили. Они от нас получили канон Нового Завета, перевод Нового Завета и Ветхого Завета. Это все православное дело. Они пользуются себя надальним переводом. Это прекрасно. Так, с какой же целью они приезжают, когда даже при первом вопросе видно, что мы богаче их. То есть, у нас благодать. А они взяли готовое, зашли и неблагодарны. Нигде они не поминают о том, что у нас тут есть Библия, которую мы любим, но мы получили благодаря православным. Это никогда не скажут. А в разговоре, когда начинаем, они начинают отнекиваться и пятиться. Или я не знаю. Или еще. Мы покажем каноны. В 85 правило апостольское перечисляется, какие книги в канон внесли. Евангелий-то было не четыре, а двадцать. Кто отобрал именно вот эти Евангелия? Матфея, Марка, Лукьяна. Ну, с какой целью они туда приезжали? Да, тогда заманись. Они когда в конце сказали, давай помолимся, то есть я вспомнил, что главное не говорит аминь. Да. Но молитва хорошая. Ну, что здесь сказать как бы ну. Что не приемлемо нами? В первую очередь. Отдельно, когда кончил он говорить, петь. В это время там подошли двое, мы с ними беседовали, там баянисты. Ну, так я вдалеке стоял. Край муха я слышал. Вы ему объясняли, что они, так как считают, что они уже спасенные и все, они в раю. А, не просто спасенные, а окончательно, бесповоротные. Окончательно, да. И вы объясняли им, что... Так не учит ни Евангелия, никто. Надеждами. Господь говорит, ты отступил от меня в 15.6 Еремея, у нас написано на стене, я погублю тебя, я устал миловать. Скажет в Ветхом Завете. А в Новом Завете что? Отраднее кому будет? Содома и Гаморре. А кому это говорит? А Господь вспоминайте жену Лоту, какое она отношение к нам имеет? А это уже все новозаветнее идет. Так, ты что скажешь? Как твои чувства, что они приезжали? Хорошие песни. Нравятся. Мы их поем тоже. Как они проповедь говорят? Просто так. Горячо. Открыто. Понятно. Для молодежи в первую очередь. По молодежи можем поучиться. А нас молодежь собрать, это вот только побалдеть на этом, на волейболе, поорать там. Это еще не могут. А так их... Хотя, было мы, выезжали в разные места и с нами ездила наша молодежь. Может у вас зайти? Это не мне надо, над ним поставить. Ну и... Они опять спрашивают разрешение приехать. Как? С какой целью? Ну, мне вопрос задавали, женат я или нет, и сколько мне лет. Ага. Ага. Обратить свою веру через жизнь. Ну, вот после их отъезда вы размышляли об этом? Что хорошо быть православным или плохо, что я не баптист, а то бы тоже сейчас там где-то играл на баяне, приплясывал, или что там. Ну, я размышлял в каком ракурсе. Что хорошо. Я думал, что это... Ну, я думал, что они первый раз. Ну, как бы... Там как-то случайно попали или как обычно они ездят. Как мы ездили, вы ездили. То есть, поэтому... А если они уже пятый раз, конечно, у них цель кого-то заманить. Не пятый, третий, допустим. Я не знаю, без меня три шага. Ну, не важно. Не первый. Вы понимаете? То есть, конечно, на пон. Как, говорит, налететь и шапку сбить. С ними разговаривать надо, как имеющий власть. И все встал на свое место. И это нисколько не помешало общению при том. Тем более, я говорю, если это хорошее... Даже миллионы знают люди. А чего вы боитесь-то? Он на подсознании понимает, что он многое сказал не по Писанию. Библию они совсем не знают. И просто... И не верят, когда показываешь. Я говорю, написано, крещение для прощения грехов. Для прощения грехов. Нет, прощения нету. То есть, он не верит. Я говорю, ты противишься Духу Святому. А говоришь, спасем. И крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Деяния апостолов 2.38. И Павел говорит 22.16. Сань, крестись, и омой грехи. Они говорят, нет, в крещении не прощаются. То есть, у них не прощаются. Они в грехах. А что взял? Я прочитал, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, на двух стихах толочь. Я знаю другой стих. Блаженны нищие духом, ибо есть царство небесное. Вообще, только блаженны нищие духом. И ничего не надо ни во Христа верить, ни церкви, ни прищищать. Ничего не надо. Говорят, что между коленами тишина. Мы с братьями как-то тоже на Благовестии на Урале были. Одна женщина подошла, протестант говорит, не надо никакой Библии. Говорит, блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Понятно. Узность и тамство не знают границы. Я образно говорил, это танк вообще. Но там что-то видят, они не видят. Если, говорит, свет, в котором в тебе такая тьма, то какова же тьма? Да. Мне вот интересно, ваше внутреннее чувство, когда вы пошли. Что у тебя внутри вот? Хорошо, что они приехали, а? Или другое чувство? Хорошо. Вот они уехали в меня, я думаю, хорошо, слава тебе Господи. Может еще раз приедут, кто-то кого-то, Господь коснется, и кто-то станет православным. Я с этими мыслями был. А ты? Да, у меня тоже хорошее впечатление осталось. Есть чему поучиться, как они работают с молодежью, допустим, и как у них. Берем доброе. Да, вот именно доброе здесь. Доброе берем. Ну, если они приехали с целью кого-то из наших, то у тебя есть братца, а ты же не жена. Там хорошие, красивые девушки. Девчонок подставили. Так вы за ними и поехали, следом-то сразу. Это язычество. То есть они за что боролись, пусть на то и напорятся. Язычники, когда желали Израиля совратить, они доставляли девиз, жертву принеси, и дальше все, ты делай, что хочешь. И 36 человек сразу погибли. Я не думаю, что они тебя заманят. Мы в Барнаул с братом. Я в Барнаул с братом ездил. Помогали на храм работать. У нас там храм строят. И вот рядом на стадионе, в четверг это было, стадион Лабиринт, там делали праздничный концерт протестанты всех направлений, посвященный 500 лет реформации. Освященный. Они празднуют отступление. Да, они празднуют. Существует в христианстве. Это разделение церкви. Они празднуют, отмечают. Какого-то да. Вот ни одного священника за 500 лет не было. Ни одного епископа. Видно, видно. Все остальное на фальше. А я думаю, а мне кажется, но это не довод. Я думаю, где епископ не переходил. Епископ руку полагает, они сами любого провозгласили, а ты епископ руку полагай меня и дальше пойдет. Это намного-намного глубже, чем внешне вот так пришли песнопения пропели. Я говорю, многие потерпели кораблекушение в вере, в вере, не без веры. Он не слышит. Почему ты уверен, что ты не потерпишь? Для многих вера пустой звук. Почему? Вера без дел мертва. Какие наши дела-то? Я тоже думал, все так. Но пришлось мне быть в монастыре ночевать, и я увидел, ой-ай. Все, ну-ка иди сюда. Мы с тобой не беседовали. Когда приезжали к нам баптисты и уехали, какое твое чувство? Зачем они приезжали не первый раз? Ну, наверное, я так думаю, что Господь, наверное, не зря их сюда посылает. Значит, что-то, значит, все-таки, может где-то что-то и пробьется. Это мы не можем заглянуть. Ты лично сама подумала, с какой целью они еще попросили разрешение приехать? Ну, значит, я говорю, что-то побуждает их сюда ехать. Ну, так что именно? Ну, не знаю. Ну, а внутри-то была, была и не была. Вот некоторые не пришли. Некоторые, я знаю, старый обряд, скажем, через дорогу. Так она, эти вот, растения у нее путаны, ограда, она через оградку поглядывала. Для долы. Чтобы не отключили ее от причастия. Не подумал-то, хорошо быть баптистом. Песнопеяние распевала бы, в чем православное. Нет. Но у нас и так песнопения есть. У нас песнопения есть. Ну, как бы. Эти же самые. Еще бы я заказывался, я не знал бы. Я заказывал, какие пропеть. То есть, все, что они имеют, но у нас это есть. А что мы имеем? У нас больше. У них ничего нет этого. У них нет. Совершенно. Нет у них ни канонов, ни толкования церкви, ни священства, ни истинного причащения, ни таинств. Ничего этого нет. И поэтому сравнить не с чем. Другое дело, там, католики. Там то и другое и есть. То есть, вообще ничего из того, что мы говорим. Мы Библию-то взяли православную. Православными сохраненную, канонизированную и переведенную. У них имена-то все православные. Иоанн, Владимир, а где вы взяли-то их это? Это в честь сектантов разве названо? В честь святых. Это нужно уже говорить дальше-то. Вот они праздновали, отмечали. А были ли не среди них свидетели Иеговы? Ну, были и нет. Я не знаю, но там практически все направления были. Ну, какие направления-то они все в одном направлении. Ну, вот все. Конфессия и динаминация. Да, да, да. Это Сатана, говорю, прикрыл слово ересь двумя словами. Все направления. Какие направления-то? Ну, их не. Одинаково для всех иконы. Это Юдал, это для всех одинаково. Дальше. Тысячелетное царство будет когда-то. И церковь, как усыновление Божье, в таком виде она не нужна. Вообще, три пункта, которые абсолютно одинаковы у всех. Вот и все направления. А это все направления. И все этого не имеют. Почему они не вместе, а врозь? Ну, вот я как в конце понял, кто-то там, ну, из их руководителей выступал, что он призывал к объединению. Ну, это призыва никогда не будет. Новое и новое дробление идут. Харизматы беснуются, падают, орут. Пену пускают еще. Это все от Бога. Я говорю, а как же адвентисты седьмого дня от вас вышли? Вы считаете, уже закончили? Она не считает, нет. Вернули к субботе, вернули к остальному. Нет никакого ада, души нету. Наконец, и дальше идут. И наконец, вот свидетели. Его, да конечно, Христос это перевоплощенный Архангел Михаил. Вообще, даже спрашивать нечего. Креста нету, столб, руки вверх подняты, прибиты. Ада нету. Души нету. Баптисты-то из всех сектантов, самое правильное, они ближе всего от православных. Дальше они уже плодили, от них шли, сохраняя все бывшие ими заблуждения, которые получили. И дальше набавляя свои. Вот, допустим, Лютер начало реформации получил в 1517 году. Ну и что он привел? А он епископ был не одного дня, он епископом не был. Они даже не знают его историю. Как-то Андрей Кураев писал, говорит, они опубликовали, что они обнаружили его туалет. Туалет, он говорит, вот вся ваша вера туалетная. Еще он туда принес. Монах, он давал обещание человеку или папе? Богу. Монах, монах, женился на монашке, шесть ребятишек прижил. Он по всем статьям отлученный, он проклят. За основу берут. Да, он перевел Библию на немецкий язык, но это хорошо. Ну а дальше-то все гомосексуалисты, вот эти однополые браки, это все оттуда идет. У них это уже принято законом. Если ты сказал, что он садомит, тебя сразу посадят. И куда вылезло все? Поэтому те рамки, которые установила церковь у нас, они единственная ограда. Каноны, страх Божий, благодать Духа Святого, освящение, таинство. Вот это нас сохраняет. Котя, Серенький, Серый куда пошел? Серый, к нам бежит обедать. Вот этого котенка нам подкинули в церковь, в ограде. Ну я покормил один раз, а Надежда сильно его взяла. И вот он вырос, теперь у Вити живет. Вопросы? Они приедут, какие к ним могут быть? Ну они, допустим, приедут через месяц. Ну приедут, надо опять беседовать, то есть опять им... Беседы и не было у нас от вас, они никак, мы спорить не будем. Спорить, я говорю, вместо Писания приводим, они как огня боятся спорят. В споре не рождается истина, надо она, ее надо просто взять. У меня вопрос возникает, в чем причина в том, что у них как бы шибер такой стоит? Почему? Они вроде баптисты действительно... Они верят, что душа есть, есть рай, вечное мучение. То есть они много взяли то, что... Слово Троица у них есть, а Троица вообще в Библии нигде нету. Да и газеты, которые давали, читал? Нет. Не считал, не считал? Ну, газету нет, книжку там немножко полистал. В газете-то, ну, я не знаю, кто знает или не знает, они берут жития и обыграют на свой ряд. Если там Иван, они говорят, Джон, а все остальное прямо списывают и выдают за свое. Как называется это? Лагиат. Лагиат. Самый неприкрытый, я считаю, водопроводчик этот ангел, считаю, можно назвать, какое житие святых. И главное, обман возводится в догмат спасения. Он обманывает, а она свекровка. Нормально. Она неправду говорит о своей снахе, но говорит хорошее. А та рот разинула, какая у меня теща. И дальше все, и в конце концов она якобы обращается. Как? Через ложь? Я скажу, это житие святых, оттуда это взято прологи у нас, духовный луг. Ну, если приедут, и мы сразу будем говорить, что песнопение мы знаем, давайте беседовать, избирайте тему. И по теме каждый выступает сколько там, 15 минут, другой скажет 15, чтобы ровно было. Молитесь об этом. Так, ну пошли. С Богом. С Богом. С Богом. Пошли. С Богом. Добрый день. Добрый день. С Богом. С Богом.